С каждым годом фестиваль «Зубовские чтения» становится все более популярным среди любителей поэзии разных возрастов. Более 800 человек приняли участие в конкурсе, но в финал вышли только 32 участника. Конкурс проходит в три этапа. Это вот конкурс, первый этап на уровне школ и населенных пунктов, затем идет промежуточный этап отбора в финал. Финальный этап конкурса прошел в детской школе искусств города Видное. Его главная задача – привлечение внимания к творчеству поэтов родного края и к деятельности литературных объединений. Каждый год детей становится все больше и больше. Им очень нравится действительно этот конкурс. И хорошо, что мы возрождаем тем самым литературу. И литературу именно местную. Это наши писатели нашего округа и Московской области. Как рассказал председатель жюри конкурса Геннадий Иванов, в выступлениях участников он обращал внимание на умение чувствовать красоту и выразительность произведения, эмоциональность исполнения, артистичность и контакт со зрителем. Стихотворение и само по себе может быть прекрасным, оно может иметь жизнь. Но когда за это дело берется настоящий мастер, настоящий артист, настоящий человек искусства, он что-то вкладывает в глубинное, то, что необходимо стихотворению, чтобы оно стало более популярным, доходчивым. Один за другим на сцену выходили участники фестиваля чтецов. Многие из выступающих отмечали, что подготовка к конкурсу заняла у них много времени и сил. Подготовка проходила относительно долго, где-то две недели. И помогал мой классный руководитель и моя мама. Стоит отметить, что некоторые исполнители очень творчески подошли к своим выступлениям, показывая на сцене мини-спектакль. «Твойник нежданный оказался строг, очерченный оконным переплетом. Он предложил мне подвести итог». 12-летняя Варвара Анисимова тоже решила из своего номера сделать небольшую театральную постановку. И стихотворение выбрала соответствующее. Великий фокусник природа Евгения Зубова. Мне надо было быстро подготовиться, чтобы успеть отправить заявку. И я, когда смотрела стихотворение, нашла именно это стихотворение. И я думаю, ну это для меня прям подходит. Я чувствовала, что с этим мне будет легче и более интереснее его рассказывать. По итогам конкурса были названы победители в каждой возрастной группе. Также многие участники получили награды и в специальных номинациях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.